В минувшие выходные в Москве проходила выставка передовых технологий 3D-печати и сканирования 3D Print Expo. Свои достижения на ней представили 50 самых продвинутых компаний России и мира. А еще лабытнанский дизайнер Сергей Колесник. Он по праву считается первооткрывателем 3D-печати на Ямале. Прямо у себя дома художник наладил производство сувениров, детских игрушек и деталей для различной техники. Вернувшись из Москвы, Сергей поделился своими впечатлениями с нашей съемочной группой. Репортаж Дарьи Самородовой. Чудо-машина. Слой за слоем создает объемные изделия из твердого пластика. 3D-принтер. Технология 21 века. Эта модель позволяет печатать с точностью до 20 микрон, а это тоньше человеческого волоса. Сергей Колесник стал первым на Ямале продвинутым пользователем такой умной машины. Он разрабатывает огромное количество эскизов и переносит их из цифрового поля в материальную среду. Таким образом, в коллекции Сергея появляются игрушечные роботы, макеты зданий и сувениры. Очень много друзей просят помогать создавать различные запчасти, потом друзья друзей. Все это так иногда завязывается в разную сеть. Тут есть очень много людей, кто играет в страйкбол. Они часто обращаются. Не всем я могу помочь, потому что ОВС занят. И определенные сроки создания этих изделий не позволяют все проекты воплотить, потому что это трудоемкий затрат по времени. Очень сложные изделия печатаются порядка 32 суток. А еще Сергей Колесник стал единственным участником из Ямала, которому удалось продемонстрировать свое творчество на масштабной выставке передовых технологий, трехмерной печати и сканирования в городе Москва. Наряду с работами нашего земляка в Сокольниках разместились 3D-изделия еще 50 компаний, крупнейших производителей и поставщиков 3D-оборудования, сервисов по 3D-моделированию, разработчиков программного обеспечения для 3D-принтеров и многих других. Сегодня мир 3D-технологий уже не фантастика, а реальность, отмечает Сергей. 3D-печать вообще перспективна на Ямале, потому что мы можем при небольшой базе такого оборудования создавать очень редкие запчасти, которые тяжело приобрести. Потрясающие возможности 3D-печати можно перечислять бесконечно. Ее уже оценили модельеры, архитекторы, ювелиры и автопроизводители. Вернувшись с выставки, молодой дизайнер решил попробовать воплотить в жизнь понравившиеся ему проекты, которые будут полезны и экономически выгодны для ямальцев. В Москве были показаны и протезы, и фрагменты определенные, которые помогают там что-то корректировать. Самое интересное, что сейчас существует огромное бесплатное сообщество людей, владельцев 3D-принтеров, которые делают бесплатно протезы, распечатанные на любом домашнем настольном 3D-принтере с хорошим качеством. Помогает детишкам, взрослым, у кого отсутствуют или части ручек, или определенные пальчики. Все это делается безвозмездно, все это постоянно развивается. Сегодня к Сергею уже поступают многочисленные заказы на 3D-изделия от российских и зарубежных бизнесменов-производителей. Кроме этого, ему предложили проводить обучающие семинары для тех, кто только начинает погружаться в увлекательный мир 3D-технологий. Научил себя, научи и других. Теперь это девиз молодого дизайнера. Обучение детей трехмерной печати планируется проводить как на территории нашего города, так и по всей стране. Дарья Самородова, Григорий Волков. Программа «Время местное».